Летом 1941 года грянула война. Именно военизированным пожарным частям НКВД пришлось выдержать основную тяжесть борьбы с пожарами в годы Великой Отечественной войны. Приказом по управлению НКВД от 22 июня объявляется о прекращении очередных отпусков. С 4 июля вводится 12-часовой рабочий день, а с 12 июля Управление пожарной охраны переводит личный состав частей на усиленный режим работы. В годы войны пожарная охрана стала щитом, обороняющим от огня военные объекты, жизненно важные предприятия, железнодорожные узлы и населенные пункты. Почти с самого начала войны в Красноярск эвакуируются десятки промышленных предприятий со всей страны. Уже в августе 1941-го из западных районов начали прибывать первые эшелоны с оборудованием демонтированных заводов. Только за сентябрь-октябрь на станцию Красноярск прибыло более трех тысяч вагонов со станками, материалами и людьми. А уже в конце ноября 1941-го на фронт из Крового центра был направлен первый эшелон с пушками. Возникла сложная задача организовать работу так, чтобы пожары не нарушали и без того напряженный ритм производства. В 1942 году пожарные принимают под охрану завод номер 4 имени Ворошилова, ныне это Красмаш, и завод номер 703, ныне комбайновый, а также механический завод номер 863. Многие из работников пожарной охраны ушли на фронт добровольцами, другие по приказу военкоматов. Не дожидаясь правительственного призыва заменить ушедших на фронт мужей и сыновей, многие женщины поступили на службу в пожарную охрану. Они несли службу на постах и в дозорах, тушили пожары, работали шоферами, занимались профилактикой. Мария Сысуева была мобилизована для службы в пожарной охране в 19 лет из Абонского района. Она охраняла от пожаров ТЭЦ-1 с 43 по 79 годы. Нас человек 30 привезли, вот в этот дом, вот рядом с пожаркой. И жили мы все вместе, мужчины и женщины. Сначала было бойцом, мы стояли на постах. Даже вот в общежитии, вот мы жили в этом общежитии, были дневальные. Все время Денин стоял дневальный. Как военным, посторонним, чтобы никто не заходил, это была дисциплина. Сутки по суткам дежурили, на постах на ТЭЦ стояли. Ну, нас вызывали даже по тревоге. Мы в любое время даже вот дома находились. По тревоге нас поднимали. Так же тревогу сделали. И нас с общежитием мы бегали ночь, полночь там, как было. Несмотря на все профилактические меры, в годы войны случилось очень много крупных возгораний. В памяти ветеранов хорошо запомнился последний военный пожар. 6 мая 1945 года от взрыва в паров бензина произошел пожар в резервуаре на Злобинской нефтебазе. Бойцы и командиры городской пожарной команды номер 4 и ВПК-2 оперативно прибыли на место пожара. Несмотря на опасность взрыва, тушение горящего бензина производили с крыши резервуара через смотровой люк. В результате самоотверженной работы пожарных горючее было спасено. Пожар ликвидирован. Личный состав, участвовавший в тушении пожара, был поощрен денежными премиями, что в годы войны было большой редкостью. А старшина Крутяков, сержанты Сергин и Емельянов награждены нагрудными знаками «Отличный пожарник». Этим пожаром была завершена история пожарной охраны Красноярска в годы Великой Отечественной войны. Все те традиции, которые были заложены в формировании нашей службы, в создании ее, мы стараемся сохранить и приумножить. Поэтому всем за тот труд, за тот подвиг военных годы огромное спасибо и низкий поклон от современников. И пожелать всем, конечно, в первую очередь это здоровья, счастья и благополучия. Профессия пожарного уже давно отнесена к самым опасным специальностям на земле. В постоянной боевой готовности эти люди не только на войне и в мирное время, увы, им по долгу службы часто приходится находиться на линии огня между жизнью и смертью. Часто рискуют своей жизнью, чтобы защитить чужую. Наталья Кичина, Новости ТВК, при содействии Главного управления МЧС по Красноярскому краю.